Зрители Арктик ТВ знают Сергея Савина в качестве ведущего. С раннего детства он регулярно вел ряд детских передач на нашем телеканале. Съемочная группа побывала в гостях у теперь уже бывшего коллеги. Деловой костюм и вдумчивый взгляд, пожалуй, всегда отличали Сергея Савина. Телевизионная команда Арктик ТВ знает Сережу давно. Еще совсем мальчишкой он стал ведущим детских передач. Проекты с его участием не раз удостаивались наград на престижных всероссийских конкурсах. Еще пару лет назад Пенсионный фонд Российской Федерации абсолютно официально и серьезно прислал Деду Морозу почетное звание ветерана сказочного труда. А это вам не хухры-мухры, а настоящая государственная награда. Сергей признается, что ему всегда легко давались точные науки, поэтому сдать на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум предметам математики и информатики ему было несложно. Теперь выпускника Мурманского академического лицея ждут в СПБГУ. Молодой человек поступил на факультет математики и компьютерных наук без вступительных экзаменов. Я скорее сам себе цель поставил туда поступить. И я посмотрел, какие Олимпиады нужны, чтобы туда получить возможность поступить без вступительных испытаний. То есть только по результатам ЕГЭ по информатике нужно было набрать 75 баллов. И написал одну из Олимпиад, которые там были на призера. И, соответственно, получил право туда поступить. Саша Савина, племянница Сергея, гордится успехами дяди. Девочка рассказывает, что для того, чтобы достичь такого выдающегося результата, парню приходилось много трудиться. Такое упорство не может не вдохновлять. Она и сама много времени отдаёт любимому занятию – рисованию. Как-то рисование мне просто нравится на самом деле. То есть рисование и, допустим, даже рисование одежды мне очень нравится. Либо человека. То есть я портреты рисую. И в художественной школе я рисую полноценный композиции и натюрморты. Можно сказать, что сейчас Сергей буквально сидит на чемоданах. Через полмесяца его местом жительства станет студенческое общежитие в культурной столице. Там он планирует посвятить всё своё время изучению искусственного интеллекта. По правде говоря, я не прямо уверен, что я буду заниматься именно этим направлением. Оно мне пока что интересно. И оно перспективно, потому что оно сейчас используется практически везде. Самое банальное – это, допустим, в поисковиках. Любой поиск картинок или текста. В будущем написание текста сейчас они даже могут уже рисовать место людей и очень много интересных вещей других делать. Будущим выпускникам Стубальник советует не откладывать подготовку на последние месяцы, а начинать работу с 1 сентября. Сергей уверен, что успешность данной ЕГЭ – это действительно хороший шанс для поступления и выбора профессии своей мечты.